Теплые раздевалки, деревянные настилы, обеспечивающие безопасный подход к купеле, организация постоянного дежурства медиков, спасателей, народной дружины и полиции, а также задействованных городских служб. В Самаре все готово к массовым крещенским купаниям. Перед открытием купели готовность проверили представители профильных служб города. По словам замглавы руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Александра Андреянова, для желающих искупаться созданы максимально безопасные и удобные условия. Для этого профильные предприятия и подрядчики были нацелены на работы по очистке от снега и наледи подъездных путей, подходов к площадке и самой территории. По подключению дополнительного уличного освещения, по установке металлических ограждений, аншлагов и по устройству непосредственно купели с определенными параметрами – монтажом деревянного настила, трапа. Помимо этого, в периметре площадки предусмотрели контейнерную зону, биотуалетные кабины возле парапета набережной. Рядом с прорубью оборудованы пункты обогрева и шесть теплых раздевалок. Все палатки, включая те, в которых будут находиться сотрудники оперативных служб, как обычно, оснащаются тепловыми пушками. Они идут с обогревом, насколько это возможно в такую погоду обогреть. Подготовлен чай для того, чтобы люди, если выходили из проруби, у них есть желание. Стоит рядом палаточка, которую сделала тоже наше муниципальное предприятие Ярмак и Самара, и люди могут бесплатно, естественно, угоститься теплым горячим чаем. Купель тоже готова. Традиционно ее обрамляют сосны. Ранее, во время новогодних праздников, они использовались жителями для декора своих квартир. Часть сосен пока не утилизирована, и их разместили у купели. И в качестве украшения, и для защиты людей от ветра. Прорубь оборудована трапами-лестницами с двух сторон, на заход и выход. Глубинный водный насос приводит воду в движение, что обеспечивает ее незамерзание. В момент открытия купаний насос из воды извлекут. За состоянием настилов, обеспечивающих подход к купелям, сотрудники одного из муниципальных предприятий будут постоянно следить. Надо просто регулярно чистить. Почему? Потому что, когда человек окунается в воду, он, как вы знаете, выходит из воды, всегда с него стекает. Это наличие. Но для этого там будут представлены рабочие, которые будут убираться. Обеспечение безопасности в приоритете. Работу всех оперативных служб решено продлить. В периметре площадки они начали дежурство с 17.00 18 января 2024 года и далее будут нести вахту до 20.00 19 января 2024 года. Окунуться в ледяную воду в крещенскую ночь для многих стало традицией. Люди верят, что вода обретает целебные свойства. Тем, кому не близка идея моржевания, есть и другие способы прикоснуться к святой воде. Православная церковь не утверждает, что омовение в проруби – обязательная часть праздника крещения. По церковным канонам на первом месте таинство причастия и посещение службы в храме. А необычными свойствами в эту ночь наполняется и вода в городском водопроводе, верят самарцы. Я знаю, что вода обретает какие-то волшебные свойства, поэтому пользуемся. Даже из крана она не тухнет, ничего с ней не происходит. Надо сохранять свои свойства, потому что именно в эту ночь вода кристаллизируется особенно. Если какая-то ситуация неприятная, например, можно ей умыться или обрызгать квартиру. Ну а тем, кто не отказывается от идеи купания в зимней Волге, следует помнить о мерах безопасности. Подходить к проруби в нескользкой обуви. Перед погружением сделать разминку. Окунаться в воду только под присмотром спасателей. Находиться в воде не более одной минуты. Погружаться с головой в воду специалисты не рекомендуют. От крещенских купаний следует воздержаться людям, имеющим острые или хронические заболевания, а также тем, кто простужен или недавно выздоровел. Внимание жителей обращается и на то, что в несанкционированных местах, где проруби не оборудованы с учетом всех требований безопасности, купание запрещено. Чтобы предотвратить такие случаи, уже ведется патрулирование. Контроль осуществляется во взаимодействии с администрациями внутригородских районов. Все желающие смогут посетить купели при четырех храмах. Их адреса можно найти на официальном сайте городской администрации. Галина Топилина, Константин Головин. События.